Всем привет! Меня зовут Лиза Сковорохова. Я работаю в DataArte уже около пяти лет. Я занимаюсь тестированием программных продуктов. Я QA-менеджер, QA-инженер. И сегодня я вам расскажу про юзабилити-эксперт-ревью и юзабилити-тестирование. Не знаю, слышали вы про это, когда-нибудь не слышали, но будем сейчас разбираться, что это такое. Что мы понимаем под продуктом, который у нас юзабильный? Кстати говоря, сразу хочу сказать, у меня презентация на английском. Все термины я буду давать на английском, потому что в русском языке как таковых аналогов этих терминов нет, поэтому все слова будут просто калькой с английского. Надеюсь, ни у кого с английским проблем нет, потому что все-таки, я так полагаю, айтишники без английского – это как-то странно. Что мы понимаем, когда говорим, что продукт, как программное обеспечение, какое-то приложение удобное, юзабильное? Продукт можно назвать удобным, когда мы этим приложением пользуемся, и это приложение не доставляет нам никаких негативных эмоций. Мы не расстраиваемся и не злимся, когда пытаемся сделать то, для чего это приложение предназначено. Например, есть у нас какой-то интернет-магазин, мы на него заходим и просто не можем понять, где у нас та заветная кнопочка «купить какой-то продукт». Ну, продукт неюзабельный, сразу понятно. Чтобы продукт можно назвать был юзабельным, он должен обладать такими вот метриками, атрибутами. Usefulness – это, переводит на русский, полезность, какое-то слово достаточно такое корялое. Это та степень, в которой продукт позволяет человеку, который пользуется этим продуктом, достичь своей цели, сделать то, для чего он зашел на этот сайт, открыл это приложение и так далее. Efficiency – это то, как цель этого человека, который пользуется продуктом, может быть… как быстро эта цель может быть достигнута. Это измеряется во времени. Например, там пользователь А нашел кнопку «сохранить» на сайте за 5 секунд, а пользователь Б нашел кнопку «сохранить» на сайте за 10 секунд. Потом эти метрики как-то анализируются и выдается на выходе какая-то рекомендация, как что-то улучшить. Потом эффективность – это способность приложения вести себя так, как ожидает от него пользователь. Ну, своего рода такая предсказуемость приложения. Измеряется она процентом ошибок. Например, 5% пользователей не смогли найти какую-то кнопку, ну, ту же «сохранить», а 95% пользователей нашли эту кнопку и сделали то, что они хотели. Learnability – это метрика, которая говорит нам о том, как быстро человек может научиться пользоваться этим приложением или как быстро он может вспомнить, как это приложение должно работать спустя время, когда он этим приложением не пользовался. То есть, например, возьмем всем известным Excel. Человек полугодно не пользовался Excel, потом он заходит, открывает этот Excel и вспоминает, как ему строить всякие макросы, как объединить ячейки, как выравнивать тексты и так далее. Потом еще есть такая метрика – это satisfaction, это степень или уровень удовлетворенности человека от этого приложения. И accessibility – это метрика, которая определяет способность пользоваться этим приложением, например, людям с ограниченными возможностями. Наверняка встречали такие сайты, у которых есть функция, там, версия для слабовидящих, которая достаточно такая контрастная, и люди, у которых плохое зрение, спокойно могут переключиться на эту версию и использовать это приложение без каких-либо проблем. Но, к сожалению, у нас в мире есть очень много приложений, сайтов, которыми очень сложно пользоваться. Какие-то дикие дизайны, какие-то непонятные интерфейсы. Почему вообще все такое происходит? Потому что на деле кажется, что сделать какой-то удобный сайт или удобное приложение – это очень просто. Взял, нарисовал дизайн, дал это все какому-то разработчику, он все сделал, и получилось якобы все очень здорово. На самом деле все это так не работает. Почему вообще возникают у нас такие проблемы? В первую очередь это потому, что разработчики… Ну, бывают такие проекты, когда в команде нет ни дизайнера, ни минус аналитика, который нам может нарисовать или написать требования, которые будут отвечать всем вот этим метрикам, которые я ранее перечислила. А разработчики, они в принципе фокусируются не на людях, которые будут пользоваться этим продуктом, а на системе или на компьютере, потому что, ну как, они все сделают в лоб, а по факту получится, что этим пользоваться просто нереально. Еще они всегда, эти разработчики, думают, что вот они пишут какое-то приложение, а целевая аудитория, которая будет пользоваться, она подстроится под все это дело, потому что, ну что, у них просто нет выбора. Вот есть какое-то, допустим, корпоративное приложение, оно дико неудобное, но люди просто вынуждены пользоваться этим, потому что, вот я уже сказала, у них нет выбора, им нужно как-то, допустим, записывать часы за свой рабочий день куда-то. Пусть это все неудобно, но они сначала там поплачутся, помучаются, а потом они уже с закрытыми глазами будут там ориентироваться, будут знать, куда нажать, чтобы сделать то, что им нужно сделать. Плюс ко всему, разработка таких юзабельных продуктов с высоким юзабилитием – это очень сложная задача, потому что нужно, как я уже говорила, нанимать дизайнеров, аналитиков, они должны анализировать все, рисовать дизайны, и в принципе это еще достаточно дорогое удовольствие. Вот, и еще бывает такое, что даже когда у нас в проекте есть и дизайнер, и бизнес-аналитик, и разработчики, и тестировщики, там все-все-все-все-все, бывает такое, что бизнес-аналитик написал какие-то свои требования, дизайнер нарисовал, разработчики сделали все вообще не так, как нарисовал бизнес-дизайнер или бизнес-аналитик, потому что нет вот такого вот взаимодействия между частями команды, каждый работает изолированно друг от друга, и никто не общается, и получается, что аналитик даже не знает, какие у нас есть технические ограничения в продукте, почему нельзя сделать так, как он описал. Может быть, архитектура не позволяет, потому что продукт старый, например, и очень тяжело его обслуживать и расширять. Это, в принципе, я уже про последний пункт вам сейчас рассказала, почему такое происходит. К сожалению, это достаточно частая практика. А что у нас делают продукты более удобными, более приятными для использования? Прежде всего, мы должны при разработке обеспечения программного должны рано фокусироваться на пользователях самих и на задачах, которые будут выполнять эти пользователи. То есть они не должны сразу приступать, все делать лоб. Мы сначала должны подумать, что это будут у нас за пользователи, какие задачи они будут делать, почему, как, в каких условиях и так далее. А потом мы должны, как сказать, все эти данные собрать и построить наш процесс по своего рода итерациям. То есть проанализировали мы каких-то пользователей и дизайны. Согласно этому нарисовали какие-то макапы дизайна, опять же. Мы протестировали эти дизайны, нашли какие-то ошибки, исправили. И так до тех пор, пока приложение, точнее, наш дизайн, наша концепция не станет удовлетворять полностью тем требованиям, которые мы хотели, чтобы она удовлетворяла. Какие техники мы при этом используем, анализируя все вот эти вот макапы, дизайны, идеи, требования и так далее. Этнографические исследования. Ну, это когда мы… Есть у нас какие-то пользователи, есть, допустим, какая-то компания, которая заказала приложение, и есть в этой компании работают люди, которые будут работать в этом приложении, в сайте и так далее. И мы наблюдаем за этими пользователями в их, так сказать, естественно, среде обитания. Мы приходим там в OpenSpace, например, и смотрим, как эти люди себя ведут, какие задачи они выполняют, с какими сложностями они сталкиваются, что у них вызывает больше всего вопросов, как они даже взаимодействуют между собой. Вот, потом мы на основании всего этого выделяем какие-то несколько таких самых ярких персонажей, таких собирательных образов всех пользователей. И далее с ними работаем. Я потом еще подробнее на этом остановлюсь. Вот, participatory design — это когда мы нанимаем какого-то человека, такого потенциального пользователя этим продуктом, и он нам помогает разрабатывать этот продукт. Важно, чтобы этот человек не имел никакого отношения к самой разработке этого приложения, то есть он не был членом там команды проекта, просто был человек, который вообще ничего не знает про это, просто ему говорят, что вот мы хотим разработать этот продукт. И он там уже делится своими мнениями, дает советы, тестирует все варфреймы, прототипы, которые мы ему показываем, говорим, что ему нравится, что ему не нравится, что удобно, что неудобно, почему самое главное, и как бы он хотел видеть это идеальное приложение. Вот, focus group research — это когда собирается какая-то focus group, ну, несколько focus group, состоящих там из 4-5 человек, и они также, им даются прототипы какие-то, им даются какие-то дизайны, и они делятся своим фидбэком, они рассказывают, ну, как в предыдущем случае, что им нравится, что не нравится, и опять же все потом собирается в какие-то отчеты, анализируется и повторяется до тех пор, пока не достигнут какого-то приемлемого результата. Service — это опросы, ну, то же самое практически, что focus group, единственное только, что в опросах принимает участие гораздо больше человек, и результат становится более репрезентативный, потому что, ну, чем больше людей, тем больше фидбэка мы соберем, конечно, там очень много мусора будет в этом, в этих результатах, но, тем не менее, мы можем много всего полезного узнать. Бумажное прототипирование — это когда мы на листочках бумаги рисуем какие-то прототипы приложения, ну, такие, ну, наброски, схемки всякие, и также показываем людям, и они говорят, что понятна ли навигация в приложении, как им вообще идея, концепция и так далее. Эвристические оценки или экспертные оценки — это когда уже приглашается специалист по изобилии тестированию. Все это обычно делается, когда мы уже хотя бы что-то напрограммировали, там, когда есть продукт, который можно посмотреть, потыкаться в него и что-то с ним сделать. Специалист приходит, и на основании своего опыта или там каких-то, может быть, best practices он ходит по нашему приложению и составляет отчет, где даются рекомендации и какие-то, может быть, proof of concepts на своего рода отсылки к источникам информации, ну, таким, отсылки к книгам, где, в принципе, описаны все ошибки, где советуются, как лучше поступить в том или ином случае. Изобилийте тестирование — это когда мы, тоже, нанимается изобилийте специалист, и он непосредственно работает с пользователями этого приложения и также потом на выходе отдает отчет, потом все согласно рекомендациям переделывается. Вот про экспертное ревью и про изобилийте тестирования я хотела бы как раз-таки потом подробнее остановиться. Так, ну, я надеюсь, что все уже, если кто меня, конечно, слушал, имеют представление из всего того, что я сказала, что такое юзабилити, и вообще для чего мы это делаем, и для чего мы все это дело тестируем. Тестируем мы, чтобы уменьшить проблемы с дизайном и уменьшить расстройства и негативные эмоции пользователей при работе с нашим приложением, потому что рынок сейчас жесток, если выпускается какое-то приложение, которое не нравится пользователям, которое раздражает их, которым они просто не понимают, с какой стороны подступиться, эти люди просто уйдут к конструкции, конкурентам и забудут про наше приложение, и компания, которая выпустила, ну, конечно, не обанкротится, но потеряет очень много денег, потому что все же работают, чтобы прибыль получать, а тут что-то напрограммировали, никто пользоваться этим не хочет, ну, и чего там хорошего. Вот, ну и чтобы, как я уже сказала, нарастить прибыль этой компании, чтобы все пользовались именно этим приложением, они конкурентами. Экспертное ревью. Что такое экспертное ревью? Экспертное ревью — это когда, как я уже говорила, приглашается какой-то изобилитый специалист, и этот человек, ну, естественно, его погружают в среду, рассказывают, что это за приложение, для чего оно создано, какие у него там пользователи, ключевые персонажи, и он на основании всего этого делает свою оценку на основании 10 юзабилити метрик, которые предложены были вот этим вот товарищем, якобы Нильсоном, еще в 1994 году, давно, казалось бы, да, но, тем не менее, эти юристики все еще актуальны, и мы ими пользуемся, когда делаем экспертную оценку какого-то приложения. Сейчас я по нему всем пройду с примерами, все расскажу, покажу. Первое — это юристика о том, что юзер всегда должен знать, что происходит на сайте, то есть, например, если он покупает там какой-то, не знаю, какой-то товар в интернет-магазине, всегда после покупки этому товару присваивается какой-то номер. В случае, ну, если там что-то произошло, человек, зная свой номер, может обратиться в службу поддержки, узнать там статус доставки, и что вообще с его товаром происходит. И нужно, чтобы в таких случаях очень важная информация всегда была на виду, и человек сразу понимал, что ему не нужно там рыться в тысячи вкладок и искать нужную информацию. Вот он совершил заказ, увидел свой номер заказа, записал какую-то бумажку, сохранил, заскринил, и все. Следующая метрика, это говорит нам о том, что вообще наше приложение, интерфейс нашего приложения должен вызывать у нас какие-то ассоциации с предметами из реального мира. Например, там, ну вот корзина, да, вот в Mac и в Windows, те файлы, которые мы удаляем, они помещаются в корзину. Легко запомнить, потому что корзина — это мусор, мы удаляем все наши файлы, там, текстовые документы, они помещаются в корзину, где-то оттуда мы их удаляем, выбрасываем, уже не совсем. Очень хороший пример, на мой взгляд. Еще одна евристика о том, что человек, пользователь, всегда должен чувствовать то, что он контролирует состояние системы, то, что он контролирует то, что происходит в приложении. Если он сделал что-то не так, там, удалил что-то по ошибке или что-то еще сделал, он всегда должен иметь возможность отменить свои действия. Вот, например, я там удалила блок на ЖЖ, и тут же я могу его восстановить, просто нажав на ссылочку в тексте, которая очень заметна и сразу бросается в глаза, и, опять же, если я это сделала по ошибке, я не буду там паниковать, что вдруг я это удалила навсегда, и как же мне быть, если я там этот блок ввела 10 лет, и там столько всего, что просто с вами не передать. Следующая евристика говорит нам о том, что работая с одним и тем же приложением, весь дизайн на сайте должен быть одинаковым. То есть, если мы открыли один экран и ожидаем, что кнопка сейф будет там справа, если мы приходим на какой-то аналогичный экран, и что кнопка сейф не должна уезжать влево, мы ожидаем, что она будет вот здесь же находиться, потому что мы уже привыкли нажимать на сейф вон там, а тут мы по привычке открываем, открываем, по привычке пытаемся кликнуть сюда, а кнопки нет, она переехала куда-то. Ну, так не годится, так делать нельзя. Плохой пример. ERA prevention. Эта метрика говорит нам о том, что иногда, чтобы предотвратить ошибки пользователю, мы должны им давать какие-то подсказки, как это сделать, потому что проще эту ошибку предотвратить, нежели чем потом рассказывать человеку, как это все исправлять. Например, когда мы ставим Google аккаунт, выбираем какой-то юзернейм себе, нам Google говорит, какие символы мы можем использовать, чтобы мы там не вбивали какую-нибудь ерунду, а он нам говорил, допустим, символ решетки или символ восклицательный знак, здесь недопустимо, придумайте себе другое имя. Тут мы сразу видим, что мы можем использовать, и стараемся придумать юзернейм, который соответствует вот этому требованию. Recognition rather than recall. Это нам говорит о том, что пользователю вовсе необязательно запоминать какую-то важную информацию, потому что у всех память разная, и никто не может быть и не хочет засорять тебе мозги всякой ерундой. И гораздо проще человеку показать, допустим, как на booking.com, что он ищет на сайте, чтобы там, ну не знаю, конечно, я не представляю ситуацию, когда человек зашел букать отель и забыл, где он букает, но смысл в том, что мы должны показывать человеку всю важную информацию, но в принципе этот принцип перекликается с первым принципом. Как мы здесь ищем какой-то отель, и он нам, Booking, говорит, где мы ищем, как мы ищем, для кого и какие там даты и так далее. Flexibility, ну гибкость использования. Хорошее приложение, хороший сайт всегда будет нам делать какие-то подсказки. Например, вот хороший пример, как мы ищем какой-то город на Google картах. Мы только начали печатать, и сразу автокомплит нам предлагает все возможные варианты, и мы даже можем не заканчивать печатать какое-то там название города, сразу мышкой выбрать, там, Нью-Йорк, например, и все, сэкономили время, да, как бы это мы сэкономили буквально 3 миллисекунды, но тем не менее это очень важно, потому что некоторые люди очень нетерпеливые, и для них это очень важно. Дизайн наших приложений, дизайн наших сайтов должен быть, ой, сори, дизайн наших приложений, дизайн наших сайтов должен быть очень минималистичный, и даже отчасти аскетичный, потому что, ну, никто не любит заходить на сайт или заходить в какое-то приложение, где дизайн такой, что все нагромождено, ничего не понятно, куда идти тоже непонятно, очень много каких-то баннеров непонятных, таких вот ярких, мигающих, большие яркие кнопки, и ты теряешься. А когда все скромно, так сказать, со вкусом, сразу понятно, куда нужно нажать, чтобы найти, как сменить язык, как найти контактную информацию и так далее. То есть меньше, когда всего это лучше. Если все-таки какие-то ошибки на сайте произошли, ну, конечно, все же ошибаются, система должна показать юзеру, что это была за ошибка, сказать, почему она произошла, и рассказать ему, как исправить эту ошибку. Вот как в данном случае в Facebook нам говорит, что если вы там забыли пароль, а, ну, если вы пароль меняли не вы, то нажмите сюда, мы вам расскажем, что делать в таком случае. И последняя юристика, это говорит нам о том, что система должна в некоторых случаях содержать какую-то справку проработать в этой системе, потому что бывают такие приложения, где очень сложная логика, и вот так вот сходу неподготовленный человек не разберется, и поэтому у него должна быть возможность сходить куда-нибудь и почитать какие-то правила работы в системе, как это все работает и так далее. Человек не должен чувствовать себя на сайте покинутым. Всегда должен знать, что у него есть возможность обратиться куда-то за помощью, даже виртуальной помощью. Итак, как проводится экспертная оценка? Прежде всего, изобилити-эксперт определяет те цели, которые должны быть достигнуты, используя это приложение. Если это какой-то сайт по поиску авиабилетов, ну, как сканер, например, он должен понимать, что люди будут заходить на этот сайт, искать билеты, искать отели, искать там, как арендовать машину, я не знаю, что там еще можно с сканером делать, вроде еще трансфер можно забронировать себе. Потом этот эксперт должен определить людей, которые будут пользоваться этим приложением. Мы их называем персонажами. Это такой архетип типичного пользователя, который… и эти люди будут в зависимости от того, какому персонажу… как мы, какими качествами мы их наделили, они будут совершать на сайте определенные действия. Например, кто-то будет искать авиабилеты в бизнес-классе, кто-то будет искать чисто машину, как забукать, кто-то будет искать отель, ну и так далее. Думаю, смысл понятен. И вот мы определили эти сценарии про билеты, про аренду машин, про отели. И потом уже проводится экспертная оценка на основании как раз таких этих сценариев пользования. И потом, когда мы все уже проанализировали, мы пишем отчет, в котором описываем такие самые часто встречающие, самые яркие проблемы. Все эти проблемы, так называемые баги, они у нас проранжированы про приоритетом, соответственно, бывают critical, medium и low. Critical — это когда ошибка совсем не дает пользоваться приложением, например, кнопка «Найти авиабилет» белая на белом фоне, вообще невозможно заметить, особенно если у кого-то плохое зрение. Это мы должны в первую очередь поправить. Мы присылаем ей приоритет critical, потом мы пишем какие-то preconditionы, то есть то, что мы должны сделать, чтобы увидеть эту кнопку, чтобы разработчик сразу прочитал все это дело и понял, куда ему идти. описываем ошибку, собственно, что кнопка белая, ничего не вижу, прикладывается для пущей наглядности скриншот, где указывается область проблемы. Потом даются какие-то рекомендации, что нужно сделать, чтобы это исправить. Либо перекрасить кнопку, либо ее перенести, либо фонтом изменить, либо еще что-то сделать, в зависимости от контекста. И дается рекомендация. Обычно я встречала, что пишут цитату из книги по юзабилити, где описаны похожие проблемы, потому что, по сути, все ошибки юзабильные, они одинаковые. Все уже были давно описаны, все были давно уже встречены, нам просто нужно накапливать опыт, читать книги и понимать, как выступать в том или ином случае, если мы это все встречаем. Вот пишется профиконцепт, и потом весь этот отчет отдается разработчикам, заказчикам, и они там дальше решают, что им там делать. Может быть, там не все баги будут пофикшены, может быть, все будут пофикшены, может быть, вообще ничего не пофикшено. Тут уже как бы решает менеджмент этого проекта. А еще забыла сказать, что если вот критиковые, это то, что у нас совсем не дают пользоваться приложением, медиум это то, что, ну, в принципе, пофиксить желательно, но какие-то люди на этом не стопорятся, не падают. А лоу ошибки, которые, ну, совсем там никому не мешают, но просто они портят общее впечатление о приложении. То есть фиксить как бы, ну, можно и не фиксить, я бы сказала. Так, теперь про визабилити-тестирование. Визабилити-тестирование это когда мы уже работаем непосредственно с потенциальными пользователями нашего продукта. Оно бывает, оно делится на несколько типов. В зависимости от стадии проекта, например, и в зависимости от того, как мы это изабилити-тестирование проводим. Например, бывают удаленные тестирования, когда мы общаемся с нашими пользователями по скайпу, например, по линку, по скайпу бизнесу, я не знаю, там как-нибудь, ну, например, юзабилити-эксперт сидит в Канаде, а пользователи сидят в Швейцарии, и у них нет возможности встретиться и поговорить лично. Поэтому они делают все это удаленно. А in-person-тестинг, ну, это когда приходит юзабилити-эксперт в студию к разработчику, и он сидит рядышком и контролирует каждое действие, каждое движение глаз потенциального пользователя. Что касается зависимости от стадии проекта. Эксплориторы стадии, это когда мы тестировали на ранних стадиях продукты, когда у нас еще даже самого приложения нет, есть только варфреймы, дизайны, но эти дизайны уже можно протестировать, дается людям, там, либо какие-нибудь макапы где-то загруженные, и также пишутся сценарии пользования, и эти люди на основании макапов там дают нам какой-то фидбэк. Саматив-тест это когда у нас в середине разработки ПО проводится это тестирование, когда уже нам опять же есть что потыкать и что посмотреть. И проверка, верификация это делается на последних стадиях проекта, когда мы просто убеждаемся, что все те рекомендации, которые мы давали, они были исправлены, ну или не исправлены. Сам процесс юзабилити-тестирования. Диаграммку нужно читать против часовой стрелки, если что. Итак, дальше пойду. Не знаю, там перерисуете, не перерисуете. Также, как и в изобилии-тестировании мы сначала определяем наших целевых пользователей, наших персонажей на основании того, что мы читаем всякие требования, смотрим на дизайны и так далее. Потом мы уже составляем наших персонажей, мы их, так сказать, делаем реальными, мы даем какое-то имя, мы обязательно прикрепляем к этому персонажу фотографию, чтобы мы этих людей представляли так, как будто бы они живые, что они действительно существуют. Мы описываем какую-то биографию, кто они, что они, зачем они пользуются нашим приложением. Ну, опять же, например, девушка, она 40 с лишним лет, она замужем, и она пользуется каким-то приложением, чтобы найти себе либо авиабилеты, либо какие-то отели. И вот так вот несколько персонажей мы выписываем и работаем так, и находим потом людей, которые будут удовлетворять требованиям этих персонажей. Вот потом мы подготавливаем какие-то сценарии, согласно которым эти люди пользуются этим приложением. Там самые основные сценарии, которые могут быть на этом сайте или приложении, как я уже говорила, списки задач, которые будут люди выполнять, используя это приложение. И все это ранжируется по приоритетам. Там основной сценарий сайта по бронированию билетов, это, естественно, зайти на сайт и найти какой-то авиабилет. Потом там, не знаю, кому-то может быть важно отсортировать эти билеты по стоимости, кому-то там по количеству пересадок, кому-то там еще что-нибудь. Вот. Вот так вот выглядит этот сценарий. Мы там пишем описание краткое, success-критерии это те метрики, согласно которым мы можем считать, что этот сценарий был выполнен. И максимальное время для прохождения этого сценария, потому что мы уже по времени ограничены, мы же не можем сидеть, ждать, пока каждый человек найдет кнопку забронировать авиабилет. Если, допустим, мы дали им какое-то задание, и он там не может справиться, и уже сидит там более 5 минут, ну, например, я утрирую, конечно, мы ему даем подсказку и двигаемся дальше, потому что иначе так может сесть до бесконечности, и к тому же если он не может долго найти что-то, значит, здесь очевидно какая-то проблема, значит, он не видит, надо это определенно исправлять. Вот, и как все это тестирование происходит? Мы приходим, находим это, приводим за руку нашего персонажа, так называемого человека, сажаем его в комнату, где будут проходить это тестирование, даем его компьютер, туда приходит модератор, ну, это, собственно, эксперт, ну, человек, который проводит экспертную оценку, и наблюдатели какие-то, ну, это все опционально, но я имею в виду про наблюдателей, и человек, модератор, зачитывает ему сценарий и смотрит на реакцию персонажа, что он делает, при всем при этом ведется аудиозапись, видеозапись экрана, иногда могут даже записывать движение глаз, потом составляется карта холодных и теплых зон на сайте, потому что, например, если у нас какая-то важная кнопка находится в холодной зоне, тогда, когда человек вообще не смотрит глазами, тогда мы тоже можем сделать вывод, что приложение спроектировано неправильно, и очень важный функционал не может быть выполнен в силу того, что его поместили не туда, куда нужно. также модератор во время visibility review делает какие-то себе пометки на бумажке, потом составляется, опять же, как в предыдущем visibility expert review, как в предыдущем анализе какой-то отчет, куда он включает все свои пометки, записывает также проблемы, с которыми столкнулся человек во время сессии, анализирует все, и опять же дает какой-то список issues, список багов, и с ним также абсолютно все работают, как и с тем отчетом, который делается во время экспертной оценки. Иногда бывает такое, что либо юзер-тестирование, либо экспертная оценка проводится несколько раз, потому что мы исправили те костики, которые были найдены, но в процессе наплодили новых. Такое тоже бывает и достаточно часто. Здесь починили, там сломали, и тут забыли кнопку покрасить, там не забыли, и в общем получается опять какая-то ерунда. Но такой процесс атеративный, зависит от того, сколько в проекте денег. Ну, наверное, так все в общих чертах я рассказала. Если какие-то вопросы, давайте тогда задавайте, а я дальше работать пойду. А еще мне сказали, вам нужно какое-то домашнее задание дать. Я тут упоминала про эвристики якобы Нильсона где-то там в середине своего доклада. Вот найдите какой-нибудь сайт, я не знаю, там, ну, хоть контакт, хоть веб-версию Инстаграма и проанализируйте его согласно этим десяти евристикам. Как отчет делать, я уже там пример показывала, что мы пишем там имя какой-то ошибки, приоритет, описание и то, как мы это исправим. Ну, я думаю, в крайнем случае можно пример отчета найти в интернете, это все легко гуглиться, ну, сделайте там, не знаю, покажите, кому кому надо. К примеру, отчет еще где-то вот здесь вот был. Скажите, я могу вашу инвестицию заставить в детку, чтобы они могли с... Ну, конечно. Мог бы вопрос? Конечно. Скажите, вот, у вас эта группа, да, такая, которая занимается интерфейсами, да? Ну, что вы имеете под группу в виду? Ну, можно менеджер там или инженер, вот, одна работа или в целую группа, абсолютно? Не, ну, это зависимость от проекта. Бывает такое, что работает один эксперт, а бывает, что несколько, и потом они из своих отчетов лепят один общий. Я хочу спросить, вы работаете с каким-то конкретным проектом сначала до конца или там несколько проектов вы анализируете? Или там все проекты в детях? Не, ну, это, конечно, от заказчика зависит. Если заказчик хочет, чтобы его продукты анализировали, если у него есть деньги на это, то будем работать над ним. А так, чтобы над всеми существующие, но это просто невозможно. Это же не для этого, а заказчик, да? Ну да, да, да. Не, ну мы, конечно, стараемся там протолкнуть, продать, но не все же понимают все-таки важность всего этого и не у всех бюджет позволяет, поэтому тут... Еще вопрос. А вот вы работаете над проектом с самого начала, то есть вы зарабатываете сценарий или только уже кажется экспертом выступаете? Конкретно я или в принципе? А? Конкретно я или в принципе как у нас устроено? Я сначала проекта никогда не работала, когда-то вот я уже говорил... Ну, бывает заказчики, которые сразу понимают, что сходу вот так вот какое-то полезное удобное приложение сделать нельзя, поэтому он привлекает к помощи либо эксперта, либо человек, который будет проводить экспертное ревью, либо человек, который будет проводить юзер-тестирование. Тогда да, все делается с самого начала, с этапа макапов. Но бывает, что мы что-то уже сделали и тут заказчик посмотрел, думает, что-то какую-то вот фигню нагородили, я хотел, чтобы все было не так, да я не могу в этом разобраться. Хочу, чтобы вы сделали красиво и быстро, и дешево и так далее. Тогда в середине проекта приходит какой-то человек, там два человека, три человека, в зависимости размера проекта, потому что проекта бывает три человека, бывает проект идет 33 человека, соответственно и продукт тоже будет очень сложный и тяжелый. И вот они готовят какой-то отчет, показывают заказчику, если он все соглашается на эти правки, потому что все тоже деньги стоят, и соответственно срок выполнения проекта увеличивается, тогда мы все это переделываем согласно этим, согласно всем рекомендациям. Или бывает такое, что проект уже сдали заказчику, сделали, проходит какое-то время, он приходит, говорит, что-то никто не пользуется, в чем дело. Мы смотрим, говорят, ну давайте мы вам экспертную оценку сделаем или юзер-тестировать. Я говорю, давайте, ну вот и тогда происходит все то же самое, о чем я рассказала. А бывает такое, что с самого начала вот еще нарисовали только макапы всякие и с макапами работают. Это все так индивидуальные каких-то таких общих практик, рекомендации в этом плане нет, на мой взгляд. А если заказчик приходит и выдвигает такие, что приложение никто не пользуется, и у него много ошибок, это сейчас как вина самого заказчика, что он не сделал тестирование или не провел экспертную оценку, или это вина команды, которая зарабатывает? Ну, как бы тут правых виноватых наверное лучше не искать, потому что так можно договориться до того, что выписит вся команда дураки, надо вас всех уволить. Нужно работать уже с существующей проблемой, что да, проблема есть, давайте ее решать. Ну, просто действительно бывает такое, что заказчик приходит, присылает свои дизайны, а они настолько ужасны, что там, я не знаю, как будто он их в пьяном угаре рисовал. И вот ты пытаешься его убедить, что нет, люди не будут заходить на сайт, на котором, на черном фоне розовые буквы. Нет, хочу так. Вот я вам плачу деньги, и вообще слушайтесь меня, я здесь главная. Ну, заказчик всегда прав, как бы, бодаться в таком случае бесполезно, а потом, когда он сам понимает уже на практике, что да, что-то действительно народ не пользуется, не хочет ходить, он говорит, что ну да, я был неправ, давайте переделаем. А вот эксперты ваши, занимаются экспертизы или они еще и программируют? Ну, я с таким не сталкиваюсь, чтобы и тестированием занимались, и программированием, потому что, ну, нельзя на двух стульях сидеть сразу. Потому что обычно… Как вы проекте экспертизы, и тестирование экспертизы, или это у вас одно и то? Ну да, у вас как бы экспертная оценка занимаются тестировщики бизнес-аналитики. Больше все соединения, конечно, бывает такое, что программировал, решил податься либо в бизнес-анализе как следствие в экспертную оценку, но, не знаю, я таких людей не знаю, может, и не есть, конечно, но я не сталкивалась.